Доброго утра! Сегодня у нас понедельник. И да, это мой завтра. Конечно, выглядит не симпатично, но очень вкусно, потому что это каша на молоке с изюмом, с клубникой, с ананесом и с абрикосом. Да, выглядит невкусно. Блогеры меня не радуют, блогеры ничего не выкладывают, пустота, просто никого нет. И, кстати, если вам сказать откровенно, у меня не включается телефон, я не могу вам время показать. Сейчас он включится, а сейчас я пока скажу, что делаю. Я проснулась, не буду говорить сначала, какое время, и стала заниматься. У меня было специальное занятие по 30 минут. Приняла душ, причесала волосы. Все очень хорошо, все очень красиво, все очень забавно. Вы меня извините, что не видите, просто я еще не просохла, скажем так, после души, и не очень пристойно выгляжу. Поэтому да, вы меня не видите. И смотрим время. Сейчас. Ну вот вы уже видите. Наверное. Или нет. Вот. 6.11. Я уже занималась полчаса, надо учесть. И сейчас я буду кушать эту ням-нямку, и что остальное время буду делать, я вообще без понятия. Классная песня. Хотела сказать, слушайте, я-то удивлена своей кожей. Сейчас вот весна наступает, кожа улучшается, вообще красить ничем не надо, замазывать. Это круто. Не надо тратить деньги на всю эту мутату, честное слово. Иду сегодня вообще без ничего. Вот. Уже 3 часа на ногах, а кожа в порядке, то есть вообще ничего нет. Поэтому в школу иду с... Как сказать-то? Песня отвлекает, хорошая такая. Только вчера нашла. Вот. Ну ладно, все, давайте. Bye. Я надеюсь, видно по моему лицу, чем я вообще занималась. Только что прошла 50-минутную тренировку, о которых расскажу, наверное, где-то через 50 дней, когда я их закончу. Это просто страсти. Только закончила, хочу идти под душ, вода не работает. Зашибись. Я не знаю, я вся мокрая, я до сих пор не отдышалась, уже 2 минуты прошло. Отдышку надо восстанавливать, надо научиться правильно дышаться, потому что скоро уже растает, все, надо будет бегать. А у меня все время вот это... Вот такое, это ужасно, так что надо восстанавливаться по полной. У меня сейчас лицо красное, я так подозреваю. Не знаю, мне кажется, что красное, потому что сама-то я вся распаренная, мне уже никакой бани не надо. Ну ладно, все, расскажу вам потом о тренировках, надеюсь, они помогут. Захожу я в комнату с едой, и вот посмотрите, что я вижу. Вы представьте, да, вы вот приходите домой, все, хотите сесть за стол, чтобы покушать, и тут такая попа. Тут такая попа-попа-попа на солнышке греется. Кто у нас на солнышке греется? Кто? Маленький Грома, Грома греется, да? Ой, горячий ты какой, красавица. Закрылась, потому что солнце ужасно яркое, у меня просто глаза плачут, плачут, плачут. Сейчас лицо, короче, наскрабировало, и хотела вас спросить. Очень интересно, потому что данная тема. Я собираюсь после сдачи экзаменов, получения аттестата и всего-всего-всего, уехать за границу, именно отдыхать на море. Но так как Адлер у меня уже просто вот так вот, я не хочу туда ехать, хоть у нас там и знакомые, у нас и скидки, и все остальное, но нет. Мы думаем, куда ехать, потому что у нас много, на самом деле, вариантов, как на море отдохнуть, так и просто отдохнуть. Но варианты, наверное, это больше всего Дубай, Турция и как это, Таиланд. Вот, да, вот если вы кто-то отдыхали, если вам понравилось, где угодно, где угодно, напишите, пожалуйста, название отеля, в которых вы были, или, по крайней мере, место, где вы были. Потому что очень интересна данная тема, потому что в интернете все отели такие шикарные, а на самом деле по отзывам ниже того, что надо. Ну, можно и четырехзвездочный, и пятизвездочный. Трехзвездный, значит, это мы не поселимся, конечно, потому что хотим уже как-то роскоши немножко, вот, поэтому, да. Если вы были, нам очень бы, нам, точнее, ну, и мне, и моим родителям, вообще всем, кто со мной едет, было бы интересно почитать. И также, если кто-то был в Италии, скажите, пожалуйста, какие-нибудь там интересные места для посещения. Будет очень интересно тоже почитать. И, да, спасибо, жду ваших комментариев. И сейчас буду заниматься. Вот так, хотя очень жарко, я не знаю, впадлу. Ну, ладно, буду заниматься, надо. Скажем так, накипело. Второй день. Хочу насладиться вкусным яблоком за просмотром какого-нибудь клипа длинного на Ютубе. Второй грёбанный день. Вторая грёбанная партия яблок. Что это за фигня? Вы что, там совсем охренели, что ли? Это что такое? Почему такие яблоки? Я не понимаю. Я яблок хочу. Лето, где ты? Ну, посмотрите, ну это что за ужас? У меня в огороде таких яблок никогда не вырастет. У меня яблоки закончили, я всех съела. Я люблю яблоки, но вот это... Это ужасно. Это вот это вот всё внутри прогнившее. Откуда они эти яблоки везли? Вы мне объясните, это... Это ужас. Так что замена яблок мандарин. Вот так вот. Здоровый образ жизни, мать его. Ещё же и не сделаешь здоровым, потому что вот такую вот фигню делают, что я не знаю, как здоровый образ жизни вообще сделать, потому что ничего уже настоящего и нормального нету. Надо ехать в Америку и реально закупаться какой-то натуральной дорогой едой. Потому что у нас уже в России даже дорогое, уже не настоящее, я не знаю. Яблоки это... А! Второй раз покупаю в разном магазине. Уже думала, может в магазине партия плохая. Разный сорт. И всё равно такое же. Ну, это нормально вообще. Короче, это ужас какой-то, ребят. Мне не везёт. Я этот клик пересматриваю каждый день. Девчоночки, сейчас можете перемотать до 28 минуты. Те, кого не интересуют ответы на вопросы, потому что они длятся очень-очень долго. Я сегодня хотела бы ответить на ваши вопросы. И да, я решила удалить это видео, потому что вопросов, мне кажется, на первый раз достаточно будет. Потому что не хочу слишком-слишком растягивать мимолетную недельку. И поехали. Так, Таня спрашивает, в каком городе живёшь и сколько тебе лет? Я живу в Санкт-Петербурге и мне 15 лет. Юленька спрашивает. Так, привет, никогда такого ещё не видела видео. Но так как ты мои запросы знаешь, я задам обычный вопрос. Может, провокационный. У тебя был парень или, может быть, уже есть? У меня не сказать, чтобы был парень, потому что мы не знали, считаемся мы ли парой или нет. Сейчас никого нету, и пока что мне не очень-то и хочется, поэтому зачем? Вот. Как ты учишься? Учусь я, ну, по крайней мере, знаний у меня хватает, но я не отличница и, как печально бы не было, не хорошистка. У меня есть некоторые, скажем так, ну, не взаимосвязь с учителями. Мы не очень хорошо с некоторыми ладим, и мне оценки они уменьшают. Поэтому, да, у меня, получается, две тройки, но я этого не сужусь. Девятый класс — это не очень лёгкая штука, и две тройки — это ещё не так плохо. Много ли у тебя друзей? Я не могу сказать, что у меня друзей много. В большинстве своём у меня много знакомых, но никак не друзей, потому что друзьями я считаю только единицей именно людей, которым я доверяю, которым я верю, которым я полностью могла даться. И вообще у меня их всего несколько, но очень хорошие, с ними очень весело, с ними самый скучный, самый ужасный, самый, я не знаю, противный день может стать просто наивеликолепнейшим. С кем лучше дружусь, с мальчиками или с девочками? Вообще у меня это очень-очень странно ещё с детства пошло. Дружу я в большинстве своём с мальчиками, а не с девочками. Но дружу именно вот дружу. И не знаю, почему так. Даже вот когда я езжу в лагерь, по идее, там как-то хочется с девочками пообщаться, потому что в своей школе я мало с девчонками общаюсь. Вот. И не знаю, почему, но всё равно общение идёт только в сторону мальчиков. То есть я могла все спокойно три смены проводить только у них в палате, сидеть, общаться, разговаривать. Мне бы с ним было намного интереснее, чем на какие-то темы девичьи разговаривать с кем-то. То есть я не обсуждаю с девчонками косметику, я обсуждаю это только сама с собой и с вами. То есть поэтому нет. Наверное, с мальчиками больше всё-таки. Так. Какое самое неизбываемое событие в твоей жизни? Ну, наверное, у меня таких не было. Ну, не могу, в общем, сказать, незабываемое событие, потому что, ну, подарки это не считается как событие, потому что, ну, да, если даже мне подарят какую-нибудь супер-мега-машину, это всё равно не будет событием, потому что событием должно отпечатываться, что ты куда-то, например, съездил, где-то побывал, и что-то реально случилось. А событий каких-то больших, масштабных не было. Ну да, ездил, но это не так запоминающийся, потому что ездим каждый год на юг. Так, наверное, событием будет, что я поступлю в колледж. Надеюсь, это будет событием. Вот. Так что, да, пока событий никаких-то запоминающих не было. Так. Самая любимая книга. Любимая книга у меня далеко за полночь Рэй Брэдбери. Я люблю очень-очень эту книгу. Перечитывала её несколько раз, не знаю почему. Просто люблю. Также очень мне понравилась, я уже не помню, честно говоря, автора. Называется «Кус сирени» рассказ. Ну, понравился, не знаю почему, но вот как-то так вот. Кто же читал по школьной литературе, может быть, знает. По-моему, ты ставила пальцы вниз. Так. Вот это очень интересный, кстати, вопрос. Пальцы вниз я ставлю, ну, не то чтобы многим, но есть такие люди, которым я ставлю пальцы вниз. И в большинстве своём это не те, на кого я подписана, потому что бывают люди, которые вообще просто у них на такое, на страннейшее творчество просто странное. А в большинстве своём ставлю пальцы вниз тем, кто очень сильно копирует, например, ту же самую Катю Клэп, пытаясь развить свой канал. Ставлю пальцы вниз, где очень, ну, просто очень много матов именно не по делу. То есть, ладно, там какие-то, ну, даже вот тот же Макс плюс 100-500, ну, не люблю я его видео именно за содержание большого количества мата, просто не знамо для чего. То есть, ну, вот таким вот людям ставлю, я не ставлю, например, детям каким-то маленьким, которые блогеры, ну, пусть развиваются, это лучше, чем у час некоторые дети ходят на улице и курят. Так что, нет, им я не ставлю. Так, Мария спрашивает, как ты проводишь свой выходной день? Ну, вообще у меня выходной только один, потому что в субботу я учусь, поэтому, как провожу, ну, езжу в магазин или просто сижу дома. Ну, в большинстве своем я выходные провожу за уборкой. И уборка, это не значит у меня, что надо вытереть просто пыль. Уборка, это просто масштабная перестановка. И вот, может, вы по видео не замечаете, но каждую неделю у меня идет перестановка. Просто вы не все участки комнаты моей видите, но у меня постоянно ездит куда угодно компьютерный стол, куда угодно пианино, вот, вот, пианино. И вообще как-то меняется. Ну, мне нравится меняться, не нравится меняться в комнате. Хотя говорят, что те, кто меняет обстановку комнаты очень часто, у них неустойчивая психика. Ну, не знаю, я себя считаю нормальной, так что не знаю. Таня спрашивает, со скольки лет у меня плохое зрение? На самом деле у меня врожденное плохое зрение. Когда принимали роду моей мамы, акушерка очень плохо их приняла, потянула меня за шею. У меня здесь защемило позвоночник. В общем, что-то здесь с кровотоком не так, поэтому глазам мало крови поступает, поэтому плохое зрение, в общем-то. То есть вот такая проблема. Виноваты во всем акушерка, а не то, что я сижу, например, долго за компьютером или что-то такое. Так, дальше опять вопросы идут от Юли. Самая любимая песня, первое, что приходит на ум? Наверное, это Линден Парк Хамп. Это даже не любимая песня, это песня часто прослушиваемая. А если говорить любимая, то, наверное, это Реквеем по мечте. Обожаю эту песню просто. А, на пианино. Я сама училась играть эту песню на пианино. Ну, я так как в музыкальной школе не была, у меня это очень-очень-очень-очень сложно выходит. Так что, самая любимая пара года? Лето? Я летом отдыхаю, и даже не в том смысле, что все, в школу не ходить. Просто потому, что летом я ищу в лагерь, у меня там очень хорошее общение. Также солнышко, потому что без солнышка я просто не могу. У меня волосы выпадают, ногти слоятся, и вообще фу-фу-фу. Вот. Твой самый нелюбимый предмет? Ну, это, наверное, предмет в школе, если да, то... На самом деле, нелюбимых нет. Есть те, которые просто я не понимаю. Хотя, наверное, нелюбимым я считаю химию. Да, химию. Хотя... Да, наверное, химию. Я ее не понимаю, поэтому она мне нелюбима. Потому что я сижу, я... Ну, не разбираюсь в этом. Физика, да, все гуд, все хорошо у меня по физике. Но химия? Вообще никак. Элементы все знают, но как составлять какие-нибудь цепочки, это не для меня. Так что да. Любишь утро или вечер? Наверное, вечер, потому что вечером у меня больше сил на что-либо деланье, если можно так выразиться. Потому что вечером ко мне приходит просто масса энергии. Не знаю, почему как-то фонтаном начинает литься. И вечером мне надо творить, вечером мне надо снимать, вечером мне надо играть, танцевать, заниматься. Все это происходит вечером. Днем же я просто как квашня какая-то хожу или утром. Ничего не делаю, ничего не надо. Дайте лучше поспать даже днем. То есть только вечером я занимаюсь чем-то интересным, хорошим. Хочешь ли больше питомцев? Да. Я очень люблю животных, я обожаю животных. Но у меня, скажем так, случились не очень приятные вещи. Мне подарили хомячка. И где через несколько месяцев он умер. И в этот же месяц уберла моя черепаха. У меня был просто стресс. У меня еще был громышко тогда. И как-то мы решили, что не будем никого покупать. Но сейчас, я думаю, так как у нас уже маленькая собачка была, но ее пока забрали на тренировке. Не тренировку, дрессировку, короче. Ее отдают в специальное помещение. И там ее дрессируют. Вот. Потому что она везде просто ссала. Везде, где только можно. Сами мы ее приучить не могли. Не знаю почему. Вот. Поэтому ее будут учить. Вот. Я до сих пор к ней езжу. Очень мне нравится. Я бы хотела еще на самом деле котенка. Потому что я всю свою жизнь была с котами. И вот, наверное, 12 лет я только лишилась этого пушистого чуда котов. Потому что у меня было все время по 3, по 2. Когда мы жили в доме, они в квартире. Вот. Так. Кого ты больше любишь? Папу или маму? Я люблю их вдвоем, вместе, когда все хорошо. Так что я не могу выбрать из них. Потому что оба хорошие, оба добрые. И оба любят меня. Твои недостатки? Так. Недостатки. Если говорить про внешний, то, конечно же, лишний вес. Странная форма тела. Даже не странная. Просто чересчур женская для моего возраста. Я считаю своим недостатком это плохое зрение. Потом недостатки. Но если про внутренние говорить, то я очень люблю бубнить, как старая бабка. Что еще? Да, наверное, я люблю бубнить. Это очень много. Жаловаться люблю. Наверное, все. Ну, по крайней мере, вы-то, наверное, недостатки не замечаете. Потому что, как бы, с речью, я как поняла, у меня все нормально. Потому что у меня нет каких-то слов, ну, сильных паразитов. Потому что я разъясняю все такое. То есть, ну, вот, наверное, вот такие основные у меня недостатки. Внешне видно, а внутренне надо пообщаться, чтобы узнать их. Хотя сейчас пытаюсь как-то уже их просто вот так задавить, свои недостатки, чтобы их просто не было. Так, ты ленива? Смотря в чем. Потому что, если я делаю это для себя, например, те же тренировки прохожу. Нет, я не ленива. Я могу тренировки по два часа проходить. Лени никакой не будет. Если надо сделать что-то для других, даже не сделать, а просто, например, куда-то поехать именно ради другого. Вот в этом, да, потому что мне уже, ну, не, может, не поедем. Ну, вот как-то вот так вот все это затягивается. И поэтому, нет, я не ленива в плане себя, но иногда лениться могу в плане других. Ну, а дальше, а, уже лень придумать. Понятно. Следующий вопрос от Маши Трофимовой. Запрос твоей продукции для губ. Машенька, я тебе оставлю внизу. Я уже снимала такое видео, да. Так, сколько мне лет? Мне 15 лет. Твой любимый блогер. Ну, на самом деле, блогеров очень много, которые мне нравятся, которых я смотрю часто. Начиная от американских, заканчивая русскими. И, главное, меня многие спрашивают, а как ты смотришь американских блогеров? Ты же язык английский почти не знаешь. На самом деле, вот именно по русскому ютубу я выучила именно косметические слова. И когда я смотрю, например, видео о покупках, я там, ну, я же понимаю, да-да. Ну, то есть, вот такое. То есть, поэтому я не понимаю именно целиком предложения какие-то. Я понимаю, что она говорит, например, про лак Эси, который называется Фиджи, который ей нравится, хорошо наносится. То есть, это на английском я понимаю. Поэтому и те, и те я не могу выбрать какого-то одного любимого, потому что смотрю, ну, чересчур много кого. У меня 198 подписок на данный момент. Так, твой любимый начинающий блогер. Опять же, тоже смотрю. Говоря об этом, у меня много любимых начинающих блогеров, которых я смотрю, которых я люблю. И которые вообще иногда меня приводят просто в шок. Потому что набирают столько сразу подписчиков. Я такая, ой, вот бы мне столько людей смотрела. Реально. Теперь я знаю, чем я буду заниматься на выходных. Дирки купили. Ну что, здорово. Вот, вот так вот. Я теперь счастливый человек, у меня есть дирки. Ну вот, давайте дальше продолжим с вопросами. Я остановилась. Твоих любимых блогеров. Я смотрю чересчур, чересчур. Опять же, много они входят вот в эти 198 подписок. И я тоже не могу выбрать любимых. Конечно, есть, которых я смотрю постоянно, которых мне обязательно надо будет посмотреть, не забыть никогда и все такое. Ну, наверное. Да нет, я не могу предполагать, потому что их чересчур много. Я всех уважаю. Именно тех, кого смотрю, мне, значит, нравится. Потому что я не буду смотреть человека просто из-за того, что он мне, не знаю. Не знаю, в общем, да. Я смотрю многих, мне многие нравятся. Так, выбор будущей профессии. Хотение, стремление, выбор колледжа, вуза. Это у нас задала Катрина Колп. Наверное, Екатерина. Вот. И, в общем-то, в общем-то. Неловкий момент при съемочках. Ага. Вообще, хочу... А-а-а! Засняться мне никогда не дадут заснять. Ну, в общем, я вообще профессию хочу выбрать или гид, или переводчик. Хочу ездить в разные страны, но общаться именно с иностранцами. Ну, точнее, для них я буду иностранка в других странах, но все-таки. Хочу общаться с другими национальностями. Хотя у нас и так у русских очень крепкое отношение идет с национальностями другими. Ну, в общем, не в этом суть. Хочу общаться с американцами, с японцами. Я очень хочу в Японию съездить. Мне очень интересует эта страна. Очень люблю вообще изучать все эти вещи. Поэтому хотелось бы гидом, переводчиком стать. Но сейчас я пока иду в колледж, чтобы просто быстро смотаться из школы. Я долго-долго думала, но решила, что лучше сначала выучить английский язык, а потом уже в университет пойти на туристическое отделение. Или, ну, что-то вот с этим связанное. Поэтому нет еще каких-то определенных мечтаний. Также хочу получать серфитикат именно визажиста-косметолога, маникюрша, педикюрша, вот этого всего связанного с бьюти-красотой. Бьюти-красотой. Одно и то же слово, но только надо было сказать на двух языках. Странно. Вот, то есть, ну, вот такие вот начинания, пожелания. То есть в университет точно пойду, в колледж точно пойду. Так что учиться-учиться мне еще предстоит долго. А сообщение от Sweet Mercury пишет, буду издеваться. Первое. Как знакомые относятся к тому, что ты снимаешь видео? На самом деле, друзья относятся хорошо, даже чересчур хорошо, потому что бывают видео, например, вот такие болтологические. Они просто сидят и угорают, потому что, ну, они-то меня знают, а я рассказываю вам о себе, и они просто сидят, просто ухахатываются. А если говорить о знакомых там, например, одноклассниках, то я не знаю, какое у них отношение к этому, потому что для меня они чересчур странные. Потому что некоторые говорят, типа, ой, ты что делаешь, тебе делать нефиг, ты что, зачем снимаешь? Другие, типа, а когда ты видео выложишь, когда что-то то-то сделаешь? То есть, ну, не знаю, мне как-то, честно говоря, все равно, что они думают, потому что я делаю это от себя, для души и для вас. Но, в общем-то, знакомые именно друзья там, знакомые, хорошо относятся. Дом или квартира у меня? Так, у меня и квартира, и квартира, и дом, потому что у нас бабушки и дедушки, вот, то есть много жилья, но мало где живем, мало куда приезжаем, то есть вы меня, кроме этой комнаты, нигде вообще не видели. А так я уже скоро перееду, буду одна жить в своей комнате, вот, в комнате, то есть в одной комнате, да, в квартире буду своей жить, потому что очень близко она находится к колледжу по сравнению с этой. Это находится в Красном Селе, те, кто в Питере живут, знают, надеюсь, где это вообще. Вот, и очень-очень далеко ездить не до колледжа, поэтому я переберусь, скажем так, наверное, на минут 40 поближе. Да, так что вот так. Почему ты спишь на полу? И, на самом деле, я сплю на полу из-за тренировок, потому что у меня очень жесткие тренировки. Русская идет на позвоночник, на грудную клетку, на ребра, на лопатки, не знаю, на копчик, на все что угодно, в общем, напряжение идет на все тело, и мне надо лечь прямо, а на диване это не получается, потому что диван чересчур-чересчур мягкий, и мне неудобно на нем спать, у меня на нем все сильнее болит, поэтому я перебралась на пол. Может быть, кто-то против этого, там, что, ой, простудишься, но нет, мне ничего не дует, дверь у меня плотно-плотно-плотно запирается, окно у меня стеклопакет, поэтому по полу ничего не дует, при том, у меня три одеяла, плюс одним я укрываюсь, то есть точно ничего не простужу. Какие видео ты смотришь? А, ты любишь смотреть утром и днем? Ну, утром у меня времени как такового нету смотреть видео, только иногда, если я чересчур рано встану, что-то мне в голову бзикнет, что тебе пора вставать. Вот тогда я просто ничего не смотрю, потому что утром никаких видео нет. Ну, а если их нет, то я включаю какие-нибудь, там, не знаю, пересматриваю пилу, пересматриваю какие-нибудь мультики, пересматриваю какие-то фильмы, которые смотрела. Вот сегодня, кстати, Титаник пересматривала. Вот, то есть, ну, днем тоже ничего не смотрю. Вечером, большинство, это только Ютуб. Как бы ты хотела... А, ты хотела бы стать как Клэб? Катя Клэб? Нет, я не хотела бы стать популярной, потому что у нас совершенно разный контент, поэтому, ну, она делает видео позитивные, смешные. Я пытаюсь все-таки сделать все это, что-то к бьюти, что-то, ну, чтобы интереснее было узнать. То есть, ну, у нас совершенно это разное. Даже если она ведет свой канал, еще один Кейт Клэб, или как он там называется, то есть, ну, там мало про бьюти, там, как она провела, ну, в общем, то же самое почти, что у меня, только я рассказываю там еще про маски, то, что я купила, то, что мне понравилось, не понравилось, там, какие-то отзывы, ревью, я не знаю. Ну, то есть, немножко различается. Конечно же, хотелось бы иметь много подписчиков, но даже не из-за того, что там деньги получать, партнерку получать, а хотелось бы, чтобы больше народу смотрело, больше вовлекалось в это дело, чтобы советовали что-то, потому что советы тоже интересно слушать, слушать, как там выглядишь, что у тебя не так. Ну, то есть, ну, интересна данная тема. Как ты относишься к Желуде и Биберу? Никак. Я их не люблю, но и ненавижу, как многие. Типа, м-м-м, фу, Бибер ненавижу. Ну, это что за бред такой? Не знаю, у меня вообще к Биберу... Хорошей песни, ничего плохого нет. Не знаю, почему так к нему относятся ужасно. Желуде тоже молодец. Даже если, вот, как все говорят, типа, мамины деньги. Он сейчас зарабатывает на видео, ему мамины деньги вообще не нужны. На Мустеве его взяли. Ну, и что, взяли, и взяли, хорошо. Чего? Ему хорошо, нам хорошо. Все равно я Мустева не смотрю. Я только вот знаю по видео... Как называется это видео? Steel Rider, вот. По его видео узнала, что, оказывается, Желуде на Мустеве там что-то крутит. То есть, ну, не знаю. Хорошо отношусь. Мне даже билеты на концерт Бибера купили. Ага, когда будет конкурс, какой собираешься проводить, а то ведь не выдумываешь. Навыдумываешь. Навыдумываешь, да? Навыдумываешь. Ну да, я, короче, собираюсь немножко придумать какую-нибудь интересную тему для конкурса, чтобы вы не просто оставили комментарий. Не, ну и конкурс с комментариями будет, но подарок там будет. Ну, я не знаю. Какой будет такой? То есть, не будет ничего большого. А уже на какой-то интересный творческий конкурс уже будет, я так считаю, уже потому что говорю, потому что скоро будет какая-нибудь палетка теней с чем-нибудь еще. Ну, я пока думаю, точно не Sephora. Скорее всего, что-то менее доступное. Ну, конечно, не Naked. Вот. И да, я, когда будет конкурс, я, конечно же, сообщу, так что сейчас не буду все карты раскрывать вам. Так. Любишь загорать или вообще море? Кстати, мне недавно писали комментарий, типа, вот тебе тональник не идет. И я, короче, стала смотреть, думаю, какой тональник. Тональниками не пользуюсь. И у меня, оказывается, шея намного-намного, и грудь белее, чем лицо. Я офигела. Я как-то никогда не замечала, но на самом деле так. Поэтому, даже если я не люблю загорать, мне это придется сделать, потому что надо немножко все-таки сравнять мой тон лица и тон тела. Загорать ненавижу, потому что появляется много-много-много по всем рукам, ногам родинок, всяких веснушек. И мне врачи говорят, типа, нет-нет-нет, с гистологией у вас все нормально, все хорошо. Ну, я говорю, ну, хорошо, ладно. Наука тканик же все-таки. Ну, не знаю. Ну, не люблю загорать. Так, Маша Прокофьева пишет. Цветуля, хотелось бы узнать, что ты о твоей сумке. Ну, видео про сумку у меня точно так же есть. Я поеду покупать в субботу после экзамена новую сумку себе, так что... Даже не сумку, наверное, портфельчик. Так что расскажу, как она выглядит, покажу. Ну, в общем-то, это и все. Так что целую вас. Пока-пока. Задавайте свои вопросы, будет интересно ответить. Goodbye. Конечно, не такого ожидали, но сейчас варю яички для вкусняшки. Я ее вам попозже покажу. Ням-ням. Моя еда! Моя еда! Моя еда! Ну, я знаю, что я дурочка, но, блин, я есть хочу. Сладенье ела. Сейчас прикажу, господи, покажу, что я приготовила. Итак, ну ладно. Показываю, в общем, что это. У меня, так как мне оказалось специальной посуды для приготовления, точнее, у меня, у моих родителей, я готовую редко. Точнее, часто, но без каких-то приспособлений. Яйца нафаршированы своим же желтком, смешаны с сыром и перцем. Сверху томатная паста, плюс болгарский перец и... забыла, что я там была, но сейчас покажу, просто увидите отрывок. Вот. Сегодня поедем уже в колледж, в колледж, в колледж. Перенесли у меня экзамен по биологии, чему я безумно рада, потому что можно подготовиться. Вот так вот. Это очень классно. Ну, а по-русскому так и остается. Вот так вот. Так что, не знаю, сегодня на консультацию едем. Через несколько часов. Как едем? Еду. Вот. Ну ладно, вот так. Рецепт качественного. Ну, надеюсь, вы меня заметили, я в черных очках, рядом со мной девочка в красном галстуке и я в красном галстуке, потому что мы капитаны отрядов. Отдыха круглый год, разрабатываем. И песни у них символичные. Перемен требуют наши сердца. Перемен. Ну что, снимай. Я включила. Да сейчас сделаем. Сними сначала. А нажато все. Я уже снимала. Видео? Да. Классно, гончая собака. Это инопланетянин, бегающий по кругу. А это инопланетянка, нарезающая круги. Ну все. Гром, спасай. Ой, спасатель пришел на помощь. Капается чем-то. Он старается взяться за грабли и вытащить тебя из сугроба. Он сам проваливается. Проваливается. Он не провалится, он герой. А вообще зима чудесное время года. Или не зима, а весна. Идут герои дня. Идут работники после смены. Встречаем героев труда. Пророем тоннель к соседу. Да, вот так. Молодец. Широкий будет тоннель. Прокопаем тоннель к соседу. А, ну как? Ой-ой-ой-ой. Сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...